Приветствую всех моих зрителей. Сегодня я решил поэкспериментировать с купленным у китайцев высоковольтным модулем. Китайский высоковольтный модуль. Горячо любимый многими изобретателями. Но максимум на что хватает фантазии у ютубовских самоделкиных, как это либо на малоэффективные электрошокеры, либо на высоковольтные зажигалки. Я в свою очередь тоже решил не отставать от них и поиграться этим высоковольтным модулям. Подпаяем, подпаяем. Вот, воплетки из искусственного шелка. Так, проводочек такой. Так, просто надо немножко удлинить вот этот вот проводок. Коротенький. Открывайся канифоль. Вот эти банки с канифолью. Без ногтей их не открыть даже. Так. Вот и все. Выпускаем его. Так, чтобы продемонстрировать, что это плюс. Вот. Будет плюсом. Так, теперь вот эту. Не хватает третьей руки, конечно, для пайки. Ну, постараемся и без нее. Ну, 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 ну. Я там, бля, плохо прохаялась. Шваркнет или не шваркнет? Шваркнет. Так, еще пальцы, зараза. Держится. Проверим. О, заработало. Отлично. Отлично. Схема работает. Теперь, благодаря собранной мною схеме, я собрался проверить действие высоковольтного разряда китайского высоковольтного модуля на горение пламени свечи. Для этого у меня есть вот такая вот плавающая свеча. И симпровизированный мною подсвечник с держателем электродов. Электроды я закрепил таким образом, чтобы разряд проходил точно через пламя горящего фитиля свечи. Сейчас я проверю искру. Искра проходит точно над фитилем. Сейчас я попробую зажечь фитиль и пропустить разряд высоковольтного модуля через свечу. Подожду, пока она немного разгорится. Немного начали подплавляться провода. Хотелось получить ровное пламя, но видно в моем доме сквозняк. И пламя немного отклоняется. Но я сейчас все-таки попробую. Вот, разрядом затушила свечку. Попытка номер два. Проходящий разряд гасит свечку. И третий раз я поджигаю свечку. Разряд этого высоковольтного модуля загасил в третий раз свечку. Я уже шестой раз повторяю свой эксперимент. Все время разряд модуля гасит пламя свечи. Как и сейчас вы можете наблюдать. Сейчас я поднял электроды выше. И разряд уже не гасит пламя свечи. Ну вот, погасил, сглазил. Сейчас подожгу еще раз. Интересный эффект. Может найдутся физики, которые смогут объяснить это явление. Короткий импульс не гасит сразу. Хотя может и погасить. Как и сейчас я поднялся. Продолжение следует... Пламя как бы уклоняется от разряда молнии. Когда искра ударяет непосредственно в сам фитиль, свечка гаснет. А когда проходит просто через пламя, то пламя уклоняется от разряда. Как вы можете наблюдать. А если просто попробовать зажженную спичку... Спичка гаснет сама по себе. Зажигаем новую. Даже спичка гаснет от этого разряда. Попробуем еще одну. Моментально погасило. Возможно, среди моих зрителей найдутся опытные физики. Способные грамотно объяснить это, на мой взгляд, очень любопытное явление. Я же собираюсь продолжить мои эксперименты с высоковольтным китайским модулем. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok